Привет, с вами Софья Мироедова и библиотека иллюстратора, третий сезон. Сегодня мы поговорим об одном нестандартном графическом романе, который называется «Вещи из потока» Саймона Столенхага. Эта книга может быть вам известна, поскольку она является продолжением другой книги, по которой снят сериал. Итак, начну сначала. Был такой художник, цифровой художник, современный художник Саймон Столенхаг, и он очень классно рисовал цифровую графику и любил научную фантастику. И в своем блоге он выкладывал много классных картинок о том, что происходит в его воображаемом мире. Там какие-то заброшки на фоне каких-то невероятных построек, какой-то индастриал с элементами андроидов и робототехники, что-то необычное. Он много-много всего такого классного рисовал, выкладывал, и его поклонники сказали, «Слушай, так классно, а давай соберем это в книгу». И он подумал, действительно, а почему бы не собрать? Но собрал не просто альбом с работами, а сделал настоящий роман. Каждой своей какой-то картинки большой он писал небольшое эссе, зарисовку. Это было как бы воспоминание из его альтернативного прошлого, что вот он жил где-то в Швеции, в каком-то забытом богом городе, где производили какие-то необычные испытания. И не только в Швеции, везде. Вот такая альтернативная реальность, по-моему, 80-х, если мне не изменяет память. И настолько классно у него это получилось, что эта книга стала бестселлером. Она называлась «Байки из петли». Американцам тоже понравилось, и они решили снять целый сериал, который так и называется «Байки из петли». Возможно, вы его смотрели. Он необычный, он не всем нравится, он на любителя, он очень медленный, довольно грустный, но мне понравился. Я когда его увидела, я подумала, как классно. Это как будто бы Брэдбери, только еще более грустный и еще, может быть, более романтичный. Истории, казалось бы, ни о чем, но они сняты потрясающе классно, и они очень необычные. Я не говорю сейчас про сериал, я говорю про книгу. Это была первая. А «Вещи из потопа» — это вторая. Так что, если, к примеру, вы смотрели сериал, но не читали первую книгу, то, в принципе, вы можете начать, точнее, продолжить с этой. Здесь события продолжают то, что было в первой книге. Продолжается альтернативная реальность, жизнь того самого мальчика, альтер-эго автора. И он рассказывает небольшие истории о тех или иных событиях, которые происходили в его жизни. И каждая из таких маленьких историй сопровождается потрясающей цифровой sci-fi графикой. Кому эта книга может быть интересна? Ну, во-первых, любителям фантастики разного рода. Не важно, что вы любите графические романы, фильмы, книги — вообще это не имеет значения. Потому что любому любителю sci-fi эта книжка понравится. Вам либо понравится читать то, что здесь написано, либо понравится рассматривать то, что нарисовано, либо, как мне, и то, и другое. Очень здорово, пронзительно, красиво. С одной стороны, это не про нашу страну, но такое чувство, как будто бы это происходило или могло происходить где-то назад на дворе в городе Владимире, где, например, выросла я. Такие же панельки, такие же многоэтажки, только на фоне невероятных построек. Очень здорово, очень пронзительно, очень трогательно, классно, интересно. Ещё, конечно, эта книга понравится и будет полезной любому иллюстратору, который хочет прокачаться в цифровой графике. То есть если вы будете смотреть, анализировать, как Саймон рисует свои работы, где он ставит акценты, как он создаёт свою параллельную реальность на основе реальной реальности, то, в принципе, вас оторвут с руками в индустрии гейм-дизайна. Ну что ж, дальше, мне кажется, бессмысленно говорить. Эту книжку нужно смотреть, нужно читать, поскольку это нарисованный сериал. Тут в одном развороте, посмотрите, какой он гигантский, этот разворот, столько трогательных эмоций, сколько, в принципе, в каждой серии того же самого сериала «Байки из петли». Они все классные, интересные. И что самое примечательное, что даже если вы не будете читать, что там написано, ваше сознание, ваш разум сам додумает какие-нибудь необычные истории, которые случились с этими детьми в этих пейзажах. Этому стоит поучиться. Стоит поучиться так, строить сюжеты, чтобы сознание читателя и зрителя дорисовывало целый мир, который находится за границами вот этой маленькой области. Короче говоря, «Вещи из потопа» и «Байки из петли» «Первая книга» — это must-have для любого иллюстратора, который хочет научиться рисовать классную диджитал-графику. Но также это прекрасная чтива и настольная книга для любого любителя научной фантастики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова